С бутылками и пакетами пешком и на машинах. Одесситые гости города, прихватив тару, приезжают на Куяльницкий лиман здоровиться и запастись лиманной водой и грязью до следующего сезона. Слава о целебных свойствах чудо-грязи ходит давно, но те, кому пришлось испробовать на себе такое лечение, уверяют, что оно действительно помогает. Очень помогает. Вот если я приму процедур, ну, наверное, 10-15, то мне хватает до апреля следующего года. Вот ничего не беспокоит. Ну, наверное, раз в 5 лет мы уже сюда приезжали. Мама говорит, что тут очень полезный воздух и очень полезно купаться в лимане. Из-за того, что я танцами занимаюсь и мне для составов полезно, я бывает иногда приезжаю и бросаю кости здесь. Ну, если это делать постоянно, регулярно, то да. А так как я это делаю раз какой-то там, то нет. Некоторое время назад посетители Куяльника заметили нехарактерные для него явления. Вода лимана обрела розовый оттенок. По словам экологов, это связано с размножением водорослей дуналия ласалина, которая активно распространяется из-за усыхания водоема. Также успокаивают, что розовая вода абсолютно безопасна. Все, наверное, слышали о минеральном розовом озере Хильер в Австралии. Его фото наверняка встречались на просторах интернета. Но не все знают, что в Одессе есть свой собственный аналог. Здесь, в районе Куяльницкого лимана, вода становится розовой в конце лета, когда температура достигает своего максимума. Сюда люди приезжают для того, чтобы оздоровиться лечебной грязью. Но целебная соль, грязь и розовая вода скоро может исчезнуть. На самом деле проблема лимана и его усыхания в том, что фактически все реки, которые питали Куяльницкий лиман, они сейчас фактически уничтожены людьми. Лиман может просто погибнуть. Если уровень воды еще больше упадет, то он может просто не восстановиться, даже при запуске воды с моря. И лечебные грязи мы можем потерять. Лечебные грязи должны находиться под водой. Как только они на воздухе попадают, ну вот мы видим все, это уже салончики, никаких лечебных свойств здесь нет. То есть, как только грязи окосраются воздухом, они теряют все свои свойства. Кроме перекрытия людьми русел рек, которые являются притоками лимана, еще одной существенной проблемой является загрязнение окружающей среды. Весь мусор, который несет течение реки, прикрывает проход воды в устьях. По словам экспертов, бытовые отходы вредят как подводной среде, так и впоследствии самим людям. В нашей стране пока не действуют государственные программы, которые могли бы хоть как-то решить вопрос сохранения заповедной территории в чистоте. Я считаю, три таких национальных богатства. Это оперный театр, это катакомбы и наш лиман Куяльник. Это самое ценное, что есть у нас в крае, понимаете. Очень жалко, что никто этого не ценит и не спасает этот лиман. Он погибает, вот сами видите. Пока экологи успокаивают тем, что поднять уровень воды Куяльника можно будет в ноябре. Сейчас это делать категорически нельзя, так как летом морская вода может разрушить микрофлору лимана. Но поможет ли такой вариант выхода из этой ситуации в будущем, неизвестно. Анастасия Пивоварчук, Константин Нищерет, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».